Дмитрий Леву сейчас с нами на связи, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан». Дмитрий, здравствуйте, я рад вас приветствовать в эфире «Фридом». Да, здравствуйте. Помните, ранее со стороны Российской Федерации продвигался такой тезис, месседж «Украина фейлд стейт». К сожалению, к этому месседжу прислушивались и представители западных стран, да и не только условного коллективного Запада. Те государства, с которыми ныне ведется активная дипломатическая работа, где-то иногда в голове себе держали эту фразу «Украина фейлд стейт». 24 февраля 2022 года изменило все. И сейчас уже по состоянию на 2023 год, август этого года, какие позиции ныне, по вашему мнению, занимает Украина, украинская дипломатия? Можно ли сказать, что дипломатические усилия украинского государства довольно успешны? Однозначно. Я считаю, во-первых, на позиции «фейлд стейт» перешла однозначно Российская Федерация, потому что весь тот образ России, который существовал в мире, в том числе мощность страны, оказался, вдруг оказалось, что это ложь. Все вот эти рассказы о том, что за три дня могут захватить Киев, или, как рассказывали российские пропагандисты, высокопоставленные о том, что они там брошь нахмурят, или чего там воевать с Украиной. Или еще один их высокопоставленный пропагандист, который попутно диктатор Беларуси рассказывал, что никто не будет воевать, все украинцы, все сдадутся. То есть все, это один момент. Другой момент, что даже там, где Россия была сильна, например, в мягкой силе культуры, там в разнообразных таких вещах, там тоже теперь позиции ее под вопросом большим, потому что то, что творят российские войска, возникает вопрос. А может ли страна с такой высокой культурой сделать как-то так, чтобы ее граждане были не такими? И много-много-много, огромное количество вопросов. Опять же, пересмотр того, что Запад после 1991 года сделал так, что, в общем-то, была такая договоренность негласная о том, что признавать, что на постсоветском пространстве главный оператор этого пространства, так сказать, Россия. Все это отходит. Ну а по поводу Украины, да. Почему? Потому что Украина выстояла, Украина оказалась эффективной, Украина оказалась в том числе и интересной, и Украина оказалась в эмоциональном плане и в духовном плане близкой. И более того, в дипломатическом плане оказалось, что Украина, да, тоже может бороться на равных. И не только бороться в дипломатии, а и быть инициатором мирового порядка, да, то есть изменений, которые могут спасти мир на самом деле. И это, в общем-то, абсолютно однозначно. То есть понятно, что это произошло из-за того, что есть угроза Украине. Но на самом деле, вот достаточно просто вспомнить несколько таких инициатив. Украинская формула мира, которую провозгласил президент Зеленский на саммите Большой двадцатки. Подробнее о ней говорили на саммите. Он о ней говорил на саммите Лиги Арабских Государств. Потом был саммит в Дании. Саммит Джидзи уже, который вообще полностью базировался на украинской формуле мира. Вот украинская формула мира, которая говорит не только о том, как надо закончить войну, и не только о том, что необходима справедливость непосредственно по отношению к автору агрессии, к Российской Федерации. А о том, как сделать так по абсолютно разным вопросам. И по продовольственной безопасности, и по ядерной безопасности, и по вопросу справедливости, чтобы никогда больше подобного не возникало. Чтобы никогда больше ни у какого агрессора не могло возникнуть искушение снова сделать такое. То есть это украинская дипломатическая инициатива. Более того, еще один момент. Опять же, тут в контексте России. Но что происходит? Россия, которая унаследовала от Советского Союза позиции в странах глобального юга, как тогда раньше говорили, в развивающихся странах. То есть, например, в Африке, в арабском мире. И вдруг, где никто ничего из бывшего постсоветского пространства не мог делать никаких инициатив. Вдруг оказалось, что это тоже не так. Что президент Украины приглашен на саммит Лиги Арабских Государств. Что вдруг оказалось, что африканские страны могут голосовать не только так, как этого хочет Россия на Генеральной Ассамблее ООН. Оказалось, что пусть даже приехав на саммит Россия-Африка, один из инициаторов африканского плана, президент Южноафриканской республики Ромофоса, дает отповедь Российской Федерации. Как раз, кстати, после пребывания в Украине, после всей дипломатической активности. То есть, вот несколько таких моментов. Ну и опять же, активность Украины на африканском континенте, где есть отдельная африканская стратегия и будут открываться, и открываются новые посольства. То есть, вот есть несколько таких очень показательных моментов, причем связанных не столько с вытеснением России или с активизацией Украины, изменением ее позиций. Но и как раз с тем, что именно Украина является инициатором изменений мирового порядка, которые нужны очень многим странам. Потому что оказалось, что механизмы ООН, механизмы, заложенные в ходе и после Второй мировой войны, они окончательно перестали работать. Почему? Потому что есть постоянный член Совета Безопасности ООН, Россия, которая тоже незаконно занимает место. И, кстати, сказать, опять же, вот тоже очень интересный и показательный момент. Где-то еще год назад об этом было говорить достаточно глупо, да, даже на любой площадке сейчас об этом говорят. То есть, вот, Украина действительно стала таким инициатором очень больших изменений и надежд. Как это ни странно, для очень многих стран, что могут произойти вот эти изменения, которые закрепят действительно справедливость в мировой политике, не дадут больше соблазна разным диктаторам повторять агрессию, ну и будет выработан механизм конкретного наказания. Потому что работа по трибуналу, по созданию трибунала, она идет, и это будет очень замечательный прецедент для того, чтобы каждый агрессор в мире подумал о том, что в 25 раз стоит ли устраивать агрессию. И уже суд в ГАГе, скажем так, передал привет Владимиру Путину и госпоже Львовой Беловой, это так называемая уполномоченная президента России по правам ребенка. Давайте вот о конкретике, я как раз хотел, знаете, Дмитрий, с вами так поговорить о некоторых направлениях. Спасибо, что начали с глобального юга, но ведь глобальный юг – это такая себе сборная солянка, давайте говорить откровенно. Есть такой небольшой материал у нас, подготовленный нашими коллегами, для наших зрителей. Влиятельные страны, такие как Южная Африка, Индия, Китай и Бразилия, заявляют, что они выступают против войны, но вместе с тем отказываются осудить Россию за полномасштабное вторжение в Украину и присоединиться к санкциям Запада в отношении Москвы. Эксперты отмечают, что такой нейтралитет экономически выгоден для этих государств. Индия и Китай, например, значительно увеличили закупку у России нефти. Это позволило Кремлю существенно компенсировать потери от закрытия европейских рынков энергоносителей. Кроме того, многие политики и чиновники глобального юга считают, что для Запада и России практика вмешательства в чужие дела, вплоть до вооруженных интервенций, дело привычное, почти рутинное. Из-за этого часть представителей Африки, Латинской Америки и Азии смотрят на войну России против Украины. Лишь как на один случай агрессивного поведения воинственных держав в ряду множества других. Отношение такое очень важно изменить. Об этом говорит Бенджамен Трауре, это профессор права марокканского политеха в Рабате. Короткая его стата. Дмитрий, вернемся к обсуждению. Я считаю критически важным открытое и однозначное осуждение агрессии России против Украины африканскими странами. Во-первых, страны юга только проиграют, если она останется без ответа. Поскольку сами уязвимы против иностранного вмешательства. Во-вторых, вторжение России в Украину нарушает принцип территориальной целостности. Однозначное осуждение таких действий принципиально важно для подавляющего большинства государств и народов. Недвусмысленная реакция на каждый случай применения силы необходима и с юридической точки зрения. Большинство стран-участниц Генеральной Ассамблеи ООН это осознают. И, несмотря на все разногласия, поддержали резолюцию об агрессии против Украины. Бенджамен Траоре, профессор права Марокканского политехнического университета в Рабате, в комментарии изданию «Медуза». Дмитрий, давайте сейчас обсудим Азию, пока откладываем в сторону. Это также большая тема для обсуждения, о которой сегодня будем говорить о двух частях глобального юга. Это Латинская Америка и это Африканский континент. Например, на территории Латинской Америки есть небезызвестный человек Даниэль Артега. Президент Никарагуа, который пришел к власти после военного переворота, по сути дела, возглавил хунту совместно со своими тремя, двумя братьями также еще в 1979 году, если мне память не изменяет. Поддерживает он промосковское видение того, как должна развиваться Украина. И, наверное, стоит сказать, а есть ли вообще такое государство, как Украина. Но в то же время, вы правильно говорили о том, что на глобальном юге, в Африке, есть страны, которые меняют свою позицию по отношению как к Украине в целом, так как то неспровоцированной агрессии начатой Российской Федерации еще в 2014 году. И как украинская дипломатия может, простите за грубость, не дипломатично, наверное, скажу, но справляться с такой сборной солянкой, где есть страны и лидеры с абсолютно разными мнениями о их будущем, спасибо, что об этом вспомнили, еще к глобальному саммиту «Формулы мира» нужно приобщать. Да, ну, я думаю, что тут проблема в том, что действительно есть очень разные страны, да, то есть, ну, вот мы с чего начинали нашу беседу, с того, как воспринимают на Западе. И воспринимали на Западе, да, то есть, во многом воспринимали через призму видения советскую и российскую, вот она формировалась, поскольку, ну, про Украину просто, да, по большому счету не знали. Точнее, знали вот в рамках того взгляда вот этой аберрации, которую обеспечивала Россия и Советский Союз. То же самое происходит на самом деле и на глобальном юге. То есть, ну, и это объективная картина, от которой никуда не денешься, да, так воспринимали. И, по большому счету, вот во многих, очень, ну, многих странах, наверное, где-то за последние года-полтора только изменения произошли. Кстати сказать, вот, наверное, мы вот в этом году могли видеть, как на примере шести африканских стран, как некоторые из лидеров где-то скорректировали свое мнение, когда приехали в Украину представлять свой план, который, ну, такой условно план мира был. Но, тем не менее, где-то, например, там президент, один из президентов начал говорить о том, что можно, ну, о том, что вот параллели проводить с войной с оккупантами, да, то есть президент Сейшеловых островов, Каморских островов, да, потом президент Южноафриканской республики свои взгляды тоже где-то скорректировал, когда сказал о том, что нужно все-таки не подачки от России, а то, чтобы было нормально, развивалась торговля через Черное море, да, то есть вот все эти подобные вещи, да, они, вот это то, что мы видим, вот это изменение. И, естественно, что вот эта инерция, которая есть, и влияние российское, которое есть, оно за один раз не поломается. И понятно, что единственное, что может это изменить, это систематическая работа. И вот, и поэтому есть, да, стратегия по Африке, которая разработана, украинской дипломатией, есть планы по расширению присутствия в Латинской Америке. И я не думаю, что это прямо безнадежный труд по одной простой причине, что все-таки у России и возможностей становится меньше, да, то есть, да, они всегда будут тратить деньги и на подкуп, и делать, применять, например, в той же самой Африке вот эти такие гибридные силы в виде Вагнера, где для того, чтобы потом усиливать свое политическое влияние свое. То есть, это все будет продолжаться, но я думаю, что будет и во многом изменяться позиция очень многих стран тогда, когда станет понятно, что Россия уже и не в состоянии где-то просто, да, ну, просто покупать свое влияние, как они это тоже привыкли делать. Поэтому я думаю, что где-то так, где-то в этом вот ключ к ответу тоже. Спасибо вам за этот ответ, Дмитрий. И еще об одном конкретном государстве. Вот так выглядит производство боеприпасов на территории Соединенных Штатов Америки. Штаты планируют нарастить производство боеприпасов для Украины, которые оказались критически важными для контрнаступления вооруженных сил Украины, чтобы обеспечить зимой украинские военные службы. Достаточным количеством вооружения сосредотачиваться хотят преимущественно на выпуске 155-мм снарядов. В целом же общая военная помощь, именно военная помощь, делаю на этом акцент, от США с начала полномасштабного вторжения России уже превысило почти 44 миллиарда долларов. В частности, только в августе, вот из недавнего такого, в США объявили о новом пакете поддержки на 200 миллионов долларов. Туда вошли боеприпасы для Патриот, Хаймарс, оборудование системы для разминирования и многое другое. Украина имеет довольно серьезные стратегические взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. Является США важным партнером для Украины, который наибольше финансирует как военную составляющую украинскую, так и гуманитарную составляющую. Но что важно, внутренние американские, внутриполитические проблемы, по вашему, не проблемы, наверное, неправильно сказал, вызовы, вот так, которые могут становиться перед Вашингтоном официальным, как в этом году, так и в будущем, что важно. Они будут ли влиять на взаимоотношения Украины и США? Да и в целом, США стали ли для Украины от такого главного партнера до стабильного и постоянного партнера? Ну, я думаю, что на самом деле перспектива к развитию отношений между Украиной и Соединенными Штатами еще есть. Тем более, что есть и в мире примеры таких особых отношений, там, например, да, как Соединенных Штатов с Израилем. На самом деле к углублению и партнерству всегда отношения, углублению отношений и к партнерству и расширению партнерства всегда есть к чему стремиться. Но о том, что отношения стали стабильными и развиваются по восходящей, это однозначно по одной простой причине, что мы о многих вот этих вещах уже говорим как о состоявшемся факте, об уверенно, о том, что какие бы сложности ни были, однозначно можно говорить о том, что, например, такая двухпартийная поддержка со стороны и республиканской, и демократической партии, она присуща именно отношениям Украины с Соединенными Штатами. То есть на всяких, на любых таких острых моментах, и когда и формировались и пакеты помощи, и когда принимались проукраинские законы, всегда есть инициативные группы парламентариев, которые вот работают и в этом направлении, то есть из обеих партий. И это, как по мне, очень показательный момент. Другой момент, опять же, я думаю, что даже в случае изменений, которые могут происходить во время выборов, и когда будет меняется президент, то любая какая-то задержка в отношениях, она будет, поскольку поддержка, есть системные отношения, тоже системные, поддержка может, вот задержка и какое-то притормаживание может быть связана только с вступлением в должность нового президента и захода новой команды. Это, кстати сказать, очень надежды обычно испытывают в России по поводу каждого нового президента. И вначале считают, что он такой, как он им нужен, а потом вдруг оказывается, что не так. Почему? Потому что в России, как правило, нет понимания того, что такое институциональная память и что такое действительно ценности. А Украина показывает, что всей своей борьбой против агрессии, действительно показывает, что для нас ценности, которые в том числе близки американцам, что они у нас одинаковы. То есть мы очень похожи в этом плане. И в первую очередь Украина это место, где идет борьба за свободу. И поэтому вот ценности, стабильность отношений и вот опять же совпадение в том числе и где-то с интересами. Почему? Потому что, ну, пришло по ним, приходит понимание того, что в 91-м году произошла ошибка, когда было желание Запада сохранить стабильность на территории бывшего Советского Союза, вот назначить так неофициально старшего в виде Российской Федерации. И сейчас оказалось, что это была ошибка. Поэтому я думаю, что вот комплекс этих вещей, он и обеспечивает то, что отношения Соединенных Штатов с Украиной стабильны. И более того, им есть куда развиваться и куда расти. Важным сотрудничеством для Украины является сотрудничество с Европейским Союзом в целом, как с институцией, ну и с отдельными странами, сейчас же об институции. Прогресс Украины по выполнению условий для вступления в ЕС впечатляет. Об этом заявил еврокомиссар Виргиниус Сенкевичус. По его словам, Киев уже провел реформы, касающихся судебной системы и свободы СМИ, которые являются очень важными на пути к членству в ЕС. Однако предстоит пройти еще более сложные процессы, особенно в области преодоления коррупции и внедрения загона об олигархах, его работы. И все это в условиях полномасштабной войны со стороны России. Короткая цитата, после нее вернемся к обсуждению. Сегодня прогрессы впечатляют, потому что давайте не будем забывать, что первоочередной задачей Украины является, конечно, победа, прекращение войны, возвращение своих территорий, и в то же время она успешно проводит реформы. Еврокомиссия обещает представить полную комплексную оценку в начале октября, представить обновленные рекомендации Украине, и я не сомневаюсь, что учитывая то, как сейчас действует украинское правительство, они постараются реализовать их достаточно быстро. Виргиниус Сенкевичус. Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды. Дмитрий, как правильно охарактеризовать нынешние отношения Европейского Союза и Украины, институции и, собственно, государства, которые находятся в состоянии неспровоцированной войны? Ну, как по мне, мы сейчас видим то, что произошел отход от романтизма и такой стабильный реализм. Именно так вот, как по мне, можно бы охарактеризовать. Это, кстати, практически все европейские чиновники, они, те, кто связан с европейской интеграцией Украины, они говорят именно вот о прогрессе Украины с выполнением условий по вступлению. Украинские чиновники тоже говорят о том, что происходит, как развивается. То есть, такое, как по мне, это такие достаточно, можно говорить, о зрелости определенном. То есть, уже нету такого, ну, там, излишне, ну, наверное, как-то с таким романтического вот этого ореола относительно того, что такое Европа. С другой стороны, есть вполне сознаваемая конкретика по работе, по поводу того, что нужно делать. И, более того, на самом деле есть уже и то, что объединяет. То есть, понятно, да, что, к сожалению, это во многом это именно тоже агрессия. Понятно, что для Европейского Союза это оказался большой вызов. Но, что интересно, благодаря этому Европейский Союз тоже приобрел большой опыт и в тех сферах, где раньше его практически не существовало. То есть, это и программы подготовки для украинских военных. Это вот сфера безопасности. Это военная помощь. То есть, оказалось, что все это возможно и оперативность. Оперативность, то есть, такая легендарная европейская бюрократия, которой часто говорят в условиях, когда необходимо оказывать быстро помощь, материальную помощь в условиях вот этих зимних обстрелов российских, которые уничтожали нашу энергоструктуру. С одной стороны, с другой стороны, когда нужно быстро реагировать на помощь беженцам, которые буквально в несколько дней оказались на территории Европейского Союза, вдруг оказалось, что да, что это работает, что это тоже может быть и очень меняется. Поэтому это такой оказался обоюдный процесс, причем во многом даже выгодным для Европейского Союза, вот конкретно как такого не задекларированного, а реального реформирования в условиях серьезных вызовов безопасности и гуманитарных проблем. концепт о базе или конкретно о конкретном государстве Китайской Народной Республики. То, что представитель КНР принял участие во встрече в Джиде, таком себе, его называют саммит, но я бы говорил встреча в Саудовской Аравии, где обсуждались пункты формулы мира украинского, ваши коллеги называли это новым путем Пекина, даже, я бы сказал бы, новым курсом проукраинским. Хотя, как мы знаем, что Пекин ведет всегда прокитайский курс свой собственный. По вашему мнению, ныне, какие сейчас перспективные направления Украины и КНР соприкасаются между собой? В чем у официального Киева и официального Пекина есть, собственно, сходится мнение в отношении войны в том числе? Я бы, знаете, не был настолько оптимистичным, что прямо Китай поменялся. Все-таки, действительно, Китайская Народная Республика для нее всегда важнее своя политика. И я бы говорил о другом, вот это в контексте того первого вопроса, о котором мы говорили, о том, о дипломатических успехах Украины. То есть, Китайская Народная Республика приняла участие в мероприятии, которое было инициировано Украиной. Это один момент. говорит о том, насколько серьезно воспринимаются именно украинские предложения. Второй момент оказалось, что, да, Китайская Народная Республика и ее взгляд на войну однозначно не совпадает на 100% с российским. Это несмотря на то, что в Китае воспринимают все-таки войну, и, по крайней мере, так показывает ее пропаганда, что это война Запада с Россией, мол, на территории Украины. Такое тоже есть, но, как оказалось, мы увидели, что этой поддержки нет. И, более того, Китаю во многом где-то пришлось принять участие в этом саммите, в встрече, в приговорах, встрече советников глав государств. Потому что, да, у Китая есть свой план, который достаточно, на самом деле, условный, сложно называть его планом мирным, но для того, чтобы быть в, так сказать, в общем, в общем, таком главном течении, мейнстриме политики и политике формирования новой структуры безопасности мировой, которая неизбежно будет после поражения Российской Федерации, оказалось, что есть украинское предложение, рядом с которым надо все время находиться. Поэтому я думаю, что вот тут где-то сложно сказать, что совпадают даже не сложно, не стоит говорить, что совпадают интересы, но то, что предложение Украины однозначно для по изменению мирового, точнее, даже не так, а по укреплению мировой безопасности и по, скажем, ну как, по изменению, укреплению вот возможным права и справедливости, они для Китая явились новшеством, с которым надо считаться и против которого, против которых Китай явно не выступает, это факт, это объективно. Спасибо вам за анализ, рады вам всегда в эфире телеканала Freedom. Напомню, что Дмитрий Левец был с нами на связи, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан».